Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень важные гости, мы их долго ждали. Это организаторы и участники замечательного проекта «Рок ополчения». Я являюсь поклонником этого движения, так уж по секрету вам скажу, но хотелось бы вас поподробнее познакомить с организаторами и участниками этого проекта. Представьтесь, пожалуйста. Я Игорь Поляков, участник в составе группы ЧИ, организатор фестиваля. Михаил Волков, тоже участник и штатный художник фестиваля. Ну и Владимир Доронкин, тоже организатор и участник фестиваля «Рок ополчения». Скажите, пожалуйста, вот ваш этот проект, помимо того, что он музыкальный, он такой вот рокерский на самом деле, у вас еще есть одна из целей – это благотворительность. Вот мне бы хотелось сегодня начать именно с этой стороны вашего проекта. Вот, Игорь, что-нибудь по этому поводу скажете? Ну, мы не позиционируем себя именно как благотворительный фестиваль, все же. Хотя у нас есть проект, будет в составе помощи людям, которые помогают животным. Она у нас будет и присутствовать, даже в качестве логотипа, и место, где это будет, так сказать, представляться во время фестиваля. Ну, основные все-таки средства, если, может быть, что-то и будет, получится, мы, конечно, будем использовать для развития нашего движения. Мы позиционируем себя как семейный фестиваль, и, соответственно, я считаю, именно в это и нужно вкладывать все, что у тебя есть в наше будущее. Да, фестиваль мы действительно делаем как не просто рок-фестиваль, а именно как семейный фестиваль, где мы приглашаем семьи, чтобы они приезжали с детьми, смогли с ними поиграть, послушать музыку, творческие коллективы. Хорошую музыку. Послушать хорошую музыку, вместе провести время на природе. То есть вот, наверное, как основная задача и цель этого фестиваля. Я уверена, что в год семьи, объявленный президентом, этот проект приобретает особую значимость. Ну, и хотелось бы немножечко, конечно, поговорить о творческой составляющей. Как вот вы сами считаете, являетесь ли вы конкурентом вот известного уже фестиваля, который много лет проходит, нашествие, или вы идете своей дорогой? Вот что вы по этому поводу думаете? Я начну, Владимир может продолжить, или Михаил. Дело в том, что как раз мы себя позиционируем скорее как антифестиваль, вот известный, о котором мы уже говорим, который проходил в Тверской области. Все-таки мы считаем, что рок и коммерция, ну, как минимум, эти понятия нужно немножко разделять. Все-таки мы себя позиционируем как честный фестиваль для честных людей. У нас не будет никаких дополнительных услуг, которые кто-то кому-то, извините, ну, предлагает навязчиво, да? Поэтому ты купил билет, и можешь на этом фестивале провести время. У тебя будет возможность и водички попить, и подзарядить розетки, и никто с тебя ничего дополнительного, ни за парковки, в общем, брать не будет. Поэтому, ну, мы считаем, что нужно так именно действовать в рок-н-ролле. Ну да, как уже Игорь сказал, что мы делаем фестиваль именно для людей, думаем о том, чтобы человек мог приехать, отдохнуть. При этом ему не надо платить ни за палатки дополнительные, ни за стоянку. С него не будут требовать какие-то бешеные суммы за еду, за воду. То есть он может привезти с собой все это. Продукты те же с собой. Да, привезти продукты, приготовить. Вода у нас на фестивале бесплатна, места для зарядки гаджетов. Кипяток будет бесплатно, да. Есть, соответственно, кипяток бесплатно, пожалуйста. Фестиваль с человеческим лицом, так скажем, для людей. Ну и не будет этой сегрегации, сцена для белых людей, для звезд. Никаких вип-зон. Да, и сцена как бы для провинциальных ребят, которых пригласили здесь жалости. То есть этого не будет. И хедлайнеры, и местные музыканты будут выступать на одной и той же сцене. Хотя сцен будет... И две. У нас две, но совершенно как бы равноправных, если можно так выразиться. А какова география приглашенных коллективов на фестиваль? У нас, мы сделали практически из Твери культурную столицу, вот на этот период. Потому что к нам приедут музыканты из Москвы, много. Мы специально проводили отборы и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в культурной столице уже. Так что финансовая и культурная столица встретятся в Твери и будут играть здесь хорошую музыку. В основном вот это. Есть еще ребята из Псковской области. Планировали кто-то приехать из Белоруссии. Ну, наверное, это уже будет в следующем году, когда фестиваль станет таким образом международным. Да, в этом году было очень много заявок, больше 250 команд заявили желание принять участие в фестивале. Естественно, всех мы позвать не смогли, но география по заявленным группам была очень широкая. То есть это действительно и ребята из Белоруссии, и получается из Санкт-Петербурга много групп. Новгородские ребята заявляли. Подмосковье там, да? Подмосковская область, Москва. Также были команды из Нижнего Новгорода. То есть географию мы свою расширяем. Ну, если так я правильно сейчас выражусь, из звездных групп вот вашего направления, какие бы группы вы могли назвать будут на фестивале? Владимир? Из так называемых хедлайнеров можно отметить, это группа «Дороги меняют цвет», «Оберег», «Приключения электроников», группа «Спарцы Степанова». Знаки. Знаки. Они будут, кстати, завершать фестиваль в последнем дне. Они закрывают фестиваль в воскресенье. Феерически. Группа «Саллаут» — молодая пангруппа, но на текущий момент набирает хорошие обороты, выступает на больших взрослых фестивалях. Ваша группа будет на фестивале? Наша группа, естественно, будет на фестивале. Ну, вот говорили насчет благотворительности. С моей стороны благотворительность я продолжаю. То есть я выступаю еще как художник на фестивале. И если на прошлом фестивале мы дарили, организаторы дарили выступающим графические работы, то в этом году я картиным маслом дарю 16 картин, но только тверским участникам. Тверским из города, из области. Потому что на всех бы у меня просто не хватило. Благотворительности не хватит. Благотворительности не хватит. А так у нас есть благотворительный фестиваль специальный. Это «Рок в защиту животных», который мы также в составе с «Волков М», с Ольгой Семеновой проводим. Уже седьмой раз будем проводить. Там вот конкретная благотворительная направленность. Все, что зарабатывается, идет на поддержку животных и так далее. То есть рокеры всегда поддерживают благотворительные инициативи. Также Михаил для всех желающих проведет мастер-класс по изобразительному искусству. Будет чтение романа. Будет чтение романа? Будет чтение романа. И вообще мастер-классы, будет очень много мастер-классов. Не только моих. Будет очень много всяких. Ну и, соответственно, для гостей фестиваля это также бесплатно. Ну что я хочу сказать. Присоединяйтесь к рокополчению. Дело хорошее, как выяснилось. Ну и могу сказать, что это будет проходить в Тверской области в июле этого года. Следите за нашими анонсами, за анонсами киноконцертного зала «Панорама». У нас тоже будет много всего нового и интересного. Заходите на наш сайт, звоните по телефону. Мы всегда рады слышать вас. До встречи в «Панораме».